Да, друзья, всем большой привет. Сегодня такой видос у нас будет большим пальцем вверх. Начинаем про станочки, про гравировку, про то, что работа есть. Не бывает такого, чтобы работы не было. Это только лишь от вас зависит. Первое. Много показываю видеороликов про то, что можно делать на станках, как можно зарабатывать, как можно не гравировать. Ничего не требуя взамен, кроме пальца вверх. Часто есть люди, которые говорят, типа, я тебе поставлю палец вверх, если ты мне там расскажешь все, прям бизнес-проект. Ребят, вы переоцениваете свои вот эти вот пальчики вверх. Пойдите, купите на этот пальчик вверх хлебушка, либо мяско. Либо мяско. Как вам угодно будет. Поэтому, когда вы считаете, что вы поставили палец вверх, и вам за это должны, не знаю, построить там офис и организовать бизнес-проект, ребят, вы заблуждаетесь, сразу говорю. На канале я уже много сделал для населения, для людей, для народа, для того, чтобы вы могли жить счастливо, питаться хорошо и хорошо работать. Идем дальше. Показывал недавно видеоролик про фотогравировку. Там, конечно, подлили говна целую кучу. Насрать, на самом деле, мне, честно говоря. Я, знаете, как поговорка есть, да? Караван идет, собака лает. Смысл поговорки в том, что собака сидит, без дела лает, просто так. А у каравана все равно идет процесс. Товары идут, и все движется. Итак, идем дальше. Станочек стоит, грезет втулочки. Что за втулки, для чего втулки, рассказывать не буду. Нет смысла про это рассказывать. Сейчас вы начнете опять та же самая ситуация. Я тоже хочу этим заниматься, блядь. Занимайтесь. Никто вам это не запрещает. Это делать, занимайтесь, делайте, что хотите. Втулки количество сделано. Одна грызется, а вот еще втулочки стоят здесь, которые пойдут туда же. Каждая втулочка делается полтора-два часа в среднем. Это, в принципе, выгодно. Этот проект у меня уже стоит неделю. Я его неделю все никак не могу сделать, не до него. Все время станок был загружен. То одним занимался, то другим занимался. Дальше. Про станок CC Division показывал, что можно его загружать. На самом деле, можно всем его грызть, чем угодно. Было бы желание. Сейчас параллельно, помимо этого станка, стоит еще вот тот станочек. И тоже в работе. И тоже грызет продукцию для розницы. И когда мне говорят, работы нет, а где ты берешь, а где... Ребят, ну я и так уже много вам рассказал, много показал. Но еще носом ходить, тыкать каждого, это, блядь, более чем смешно. Ну, вопрос возникает по поводу продажи оборудования. Ребят, не вопрос. Продажи оборудования есть. Официально, документам, наличка, без наличка. Любые возможные способы, удобные для вас, которые не решают законодательство. Все. Здесь все очень просто, здесь все очень понятно. Здесь вообще, кому проще, не бывает. Кому интересно, пишите, телефончик будет в описании. Еще раз, на станках можно работать, можно зарабатывать. Главное было бы желание, главное было бы нормальное оборудование. Все, другого быть ничего не может. Запускаетесь, гравируете, тестируете, балуетесь. Создаете себе рекламу, создаете себе, не знаю, продвижение самостоятельно. Создаете себе хорошее имя. И после этого у вас будут и клиенты, и будет у вас работать целая куча. Как всегда, пальчик вверх. Еще раз, не переоценивайте вот этот пальчик вверх. Потому что, когда мне начинают писать, я вот не поставлю тебе палец вверх, я тебе поставлю дизлайк. Ребят, это ваше право делать все, что угодно. Повторюсь еще раз. Чтобы вы поняли, вот это ничего не стоит, а вот это вот стоит многое. И знание, которым я обладаю, я, который помогаю на этом зарабатывать, оно чего-то хоть стоит. И я с ним делюсь с вами, понимаете. Я вам даю намеки, подмеки, то есть даю направление. А вам надо прям разжевать вот так вот и в клювик-то положить. Кстати, по-китайски это будет чи. Все, ребят, как всегда, всем хорошего настроения, всем пока-пока.